Трагедия в поселке Югонец Володарского района. В огне погибли маленькие дети. Частный жилой дом загорелся ночью. Пятеро взрослых людей, в том числе отец и бабушка погибших девочек, в суматохе про них просто забыли. Поняли они это уже когда покинули горящий дом. Вот что рассказал отец погибших детей на месте трагедии. Вот с этого. С этого крови? Да. Вот моя пирожка, где я спал, где меня разбудили. Дети спали тут. Вот я выбежал. Там окошко разбили. А найти уже есть. Не смогли. Мы хотели своим силам потушить. Не получилось, свет выключился. Я побежал. Мать толкать. И детей. Детей уже не было. Они спрятались куда-то. Уже в комнате дым полностью был. То есть уже не видно ничего было. И жар такой. Ну, окошко выбили. Мать я выкинул. Я дальше начал искать детей. Ну, там я раз пять, наверное, туда лазил. Там невозможно. Там залезешь, ну, минуту, может, там полазишь. Просто сил не хватает. У меня глаза сгорели. Горло все полностью легкие. Ну, плохо есть зрение, плохо. Потом пожарные, когда приехали, они уже, ну, с этим, с кислородной маской там. Только они с третьего раза их нашли. Детей обнаружили под диваном в одной из комнат. То есть они испугались дыма, пожара. Но паники вот этой. Они спрятаны и были под диваном, закутанные у дьявола. Они не спали вообще на одной кровати с бабушкой. Вот она тоже вылезла через окно. А вы выпивали накануне? Нет. Я вам только соню. Он две стопки выпил. И то, как он трясет всего, так и не трясет. Попыток-то было много. А толку-то детей-то уже не вернуть. Насрать на этот дом, б***ь, детей вот нахуй не вернуть. Отец и мать погибших девочек, одной из которых было 4 года, а другой 7, находятся в разводе. Дети жили с матерью, а на выходные приезжали к отцу. После трагедии вину за гибель детей родственники их мамы возложили на родственников отца, объясняя это постоянным пьянством последних. Они, как сказать, остались все живы, выпрыгнули, а дети задохнулись. Они пятеро вылетели в окошко. А дети спали. Они ведь их побудила. Бабушка-то говорит. Я их побудила. Ех надо брать и тащить. А она побудила, закрыла, говорит, их. А с вами в окошко все повыезли. Еще там не было огня. Только визжат там дети, там дети. А никто не заходит. И все. Если бы они были трезвые, они бы всяко детей сначала... Значит, они все просто проснулись, были как-то в таком состоянии, чтобы упрыгивали. И просто на детей, не знаю. Они с утра уже были. Вот этот сожитель Галин, уже пьяный. Сосед тоже пьяный. В доме они знают прекрасно, где они спали. Как-то он их не нашел. Что, под кроватью нельзя было посмотреть? Они были под кроватью, под одеялом. Они, видать, напугались, одеялом накрылись. Ну что, неужели нельзя было найти под кроватью детей? Мама вчера лежала целый день вот на этой кровати, все зеленые, вот с этими куклами. Фотолок смотрела вот так вот. Весь день. Мы ее отхаживали, как могли. Этот он плачет. Он как... Это ему племянница доводится. Жалко их. Они все время на нем висли, и та, и другая. Родственники со стороны отца погибших девочек встретили съемочную группу «Матерной броню». Стой дом, идите отсюда. Не ругайтесь. Чего ты елки на п***е елки сюда? Не надо никого. Не надо сюда никого. Привез, я п***ю. Кстати, поселок Югнец в Володарском районе становится каким-то страшным в плане детской смертности местом. Два года назад этот поселок прогремел на всю страну. В доме заживо сгорели четыре ребенка. Самому старшему было всего шесть лет. Их мать с отцом пили где-то в поселке, бросив детей с парализованной бабушкой. Дети играли со спичками, начался пожар, а вывезти из дома их было уже некому. Кстати, всего через год после трагедии от передозировки наркотиками отец умер. А мать погибла в этом сентябре. Она пьяная, сгорела в пожаре в доме своей подруги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова